Сегодня более чем на половине нашей планеты процесс перевоплощения человека взят под контроль захватчиками, поскольку современные священнослужители устранились от управления этим процессом. Убитый президент США Джон Кеннеди воплотился в африканском юноше, который до мельчайших подробностей рассказывал американскому корреспонденту New York Times свою предыдущую жизнь, когда он был президентом Америки. Мы опять видим проявление сил сатаны, которые управляют нашим воплощением. Непосвященные скажут, президента наказали за Карибский кризис, войну во Вьетнаме или еще за что-то, но это профанация. По представлениям наших предков, если провинившийся человек свершал подвиг, то с него автоматически снималось наказание. Это представление было заложено в наш древний божественный эгрегор и действует до сих пор. Джон Кеннеди совершил подвиг, восстав против завоевателей в лице наркодельцов, стоявших в надправительственных структурах, и был за это убит. Вместо того, чтобы в мир снова пришла личность уже наработанного высокого уровня, захватившие нас инопланетяне воплотили президента в юношу африканского племени, не имеющего возможности заниматься политикой и продолжать борьбу. Некоторые сегодняшние пророки утверждают, что на земле существует только эволюция, и перевоплощение человека в животное невозможно. К сожалению, об этом говорят очень достойные люди, но их ввели в заблуждение захватчики. Факты о говорящих животных сохранились не только в народных сказках. У поэта Константина Бальмонта кот по имени Мамонт мог произносить несколько фраз, в том числе «бедный Мамонт». Встречаются сведения о разговаривающих собаках, слонах, петухах и так далее. В работе римского историка и естествоиспытателя Плиния Старшего «Естественная история» приводятся сведения об уме животных, особенно собак. Он рассказывает такие удивительные случаи, когда собака могла сервировать стол, другая – поджигать прутик для переноса огня, третья – демонстрировал возможности разноса писем по адресатам и так далее. Такие явления можно объяснить лишь наличием у этих животных, воплотившиеся в них человеческой души. Хотя, возможно, у Плиния описаны не собаки, а писиглавы, которые в его время еще не успели полностью превратиться в современных псов. Почему эти явления становились предметом особой секретности? Да потому что разговаривающие звери доказывают, что человеческие души могут перевоплощаться и в животных, хотя христианские богословы прошлого отрицают существование души у кого бы то ни было, кроме человека. О существовании души у животных убедительно показала Блаватская в работе «Есть ли душа у животных?» Зачем сатане нужны человеческие души? Неужели только для того, чтобы вредить людям и устраивать ад для грешников? Люди понимают под грешниками преступников, но у СС другие оценки. Преступность они поощряли и поощряют, а тех, кто восставал против их системы, ждало уничтожения. Главная задача человека, заключившего договор с сатаной, — не допустить смычки между загробным миром, где живут наши предки, и материальным миром, где живем мы. Если такая смычка произойдет, то для людей не будет больше тайн, предки вовремя нам все прояснят и предупредят о готовящихся кознях и злодеяниях. Чтобы этого никогда не произошло, нужны договорники, следящие за душами умерших, чтобы те не пытались связываться с живущими. Из того света не просочилась бы информация о захвате земли. Перевоплощающимся душам блокируется память о загробном мире и предыдущих жизнях. О тех, кто занимается спиритизмом, становится известно хозяину, и если человек не прекращает этих занятий, его сводят с ума или подводят к ситуации, когда он погибает. Но особенно опасны для СС те, кто создает технические средства связи с потусторонним миром. Из всех известных нам лабораторий, занимавшихся этим вопросом, не выжило ни одной. Для упреждения попыток умерших связаться с родственниками и друзьями, СС распространяет слухи о том, что если приснился покойник, то человек скоро умрет. Хотя умерший родственник просто хотел предупредить человека о чем-то важном, за что наверняка навлек на себя беду со стороны договорников или хозяина. Другое чудовищное назначение договорников – разжигание национальной и расовой ненависти между людьми, натравливая их друг на друга и разрушение древних народных традиций, обеспечивающих гармоничную жизнь в семье и коллективе. Делается все необходимое для того, чтобы блокировать эволюцию человеческого духа и души. Неудивительно поэтому, что в жизни приходится сталкиваться с людьми, имеющими жреческие знаки, но они или отсидели в тюрьме, или над ними надругались, или просто им была устроена травля духами, после которой у человека с крепким сознанием начинаются психические расстройства, и он уже не сможет быть жрецом. Мы не освободимся от власти сил сатаны в потустороннем мире, пока не начнем делать исчезнувшие ритуалы, обеспечивающие связь с нашими предками.